Урок Итак, давайте узнаем, какие регионы у нас сегодня присутствуют Проверим связь Все меня хорошо слышат И какие регионы у нас сегодня присутствуют Чита, Москва Вот сегодня нет уроков Красноярский край Брянск Татьяна Геннадьевна, здравствуйте Ставропольский край, Новиномыск Ярославль, Алтайский край Москва Хабаровский край, Мордовия Слышит меня? Липецк, Ижевск Пермь Калининград Белгород Кемеровская область Красноярский край, Уфа Ростов-на-Дону Башкортостан, Астрахань Невиномыск Уссурийск, Татарстан, Тольятти Бурятия Коми, Питер Вот этим и примечательным вебинаром Тем, что мы можем абсолютно из разных городов Не выходя из дома, встретиться на одной площадке Всем доброе утро Всех поздравляю с началом учебного года Надеюсь, что он начался для вас достаточно легко Пройдет тоже мягко Давайте разбираться Итак, что же такое анализ урока? Итак, давайте посмотрим, какие сегодня перед нами стоят цели и задачи Рассмотреть существующие популярные подходы к анализу урока Уточнить, на что в вашем уроке обратить внимание проверяющие То есть это очень важный момент Потому что мы все равно, когда особенно урок идет на проверку Либо это открытый урок Смотрим на то, на что будут обращать внимание те люди, которые придут его смотреть И показать, как документально отстоять свое построение и видение урока То есть чтобы разговор был предметным Хотелось бы начать с замечательной цитаты Ефима Израильевича Пасова Уровень анализа всегда определяет теоретическую и практическую компетентность учителя На мой взгляд, так же, как и на взгляд Ефима Израильевича Это очень важно То есть то, как мы анализируем урок, это наше лицо Наша, как говорится, карточка Что такое анализ урока иностранного языка? Вот как вы думаете, что такое анализ урока иностранного языка? Скажите, пожалуйста Если не видно, ничего страшного, можно сменить браузер Итак, давайте еще раз Что такое анализ урока иностранного языка? Напишите, пожалуйста Видимо, слышно плохо Так, ладно, хорошо Есть два определения А, вот пошло разбор по составу и целям, достигнутым Согласен Оценка работы учителя Да, и об этом мы сегодня поговорим Татьяна Николаевна пишет Больше ответов нет А, вот, соответствие целей и результатов Согласен Киприна Юлия Может, еще кто-нибудь ответит? Ага Цели должны совпадать с результатами Согласен Бойцова Юлия Хорошо Давайте посмотрим Итак В общем, определение слова анализа Звучит так, что мы должны просмотреть Логические приемы Мы мысленно делаем разложение предмета Явление процесса на части Насколько это верно? Вопрос Потому что это определение больше подходит к анализу в общем А скажите мне, пожалуйста Вот есть ли разница между педагогическим анализом и анализом? Вот сейчас я вам показал термин самого анализа в общем Есть ли разница между педагогическим анализом и анализом? Киприна Юлия пишет однозначно Согласен Есть, пишет Юлия Есть Анализ более широкое понятие В каком-то смысле, да? Нет разницы, я так понимаю Татьяна Краснощукова пишет Есть Ты же Бурова Мария Ивановна тоже пишет, что, конечно, есть Хорошо Давайте посмотрим на определение педагогического анализа Педагогический анализ урока есть процесс его распознания То есть нам важны причины Вам нужны формирование пути и причин И нацеленность на конечный результат То есть, как были достигнуты цели в процессе самого прохождения урока Соответствуют задачи, цели и так далее Данный термин предложил замечательный человек Это Коноржевский Юрий Анатольевич Очень известный методист Итак, давайте посмотрим с вами на общий план анализа урока Какие вопросы в него должны входить обязательно Без которых не может обойтись ни один анализ урока Значит, конечно же, важно установить цели и задачи Причем очень часто мы не даем проверяющим своих конспектов И они сами щупают, можно так сказать, цели и задачи урока Установить последовательность То есть, насколько выполнение упражнений Соответствует последовательности формирования навыков И стадиям развития Посчитать, как распределено время Потому что очень часто мы не успеваем что-то сделать на уроке Либо пропускаем какие-то этапы И на анализе урока можно подсказать коллеге Как формируются результаты И как проходит время Где нужно что-то сделать побыстрее Где покороче И как это все соотносится Определить общую логику урока То есть, чтобы логика урока была прослеживана Чтобы дети понимали, что идет и зачем И так далее Определить, учитывал ли учитель индивидуальные личностные свойства учащихся Нашел ли он индивидуальный подход к каждому ученику Либо хотя бы к большей части учеников Про анализе, как владеет учитель технологией урока Методами приема Оценить учителя как речевого партнера Это вообще очень важный момент То есть, не с каждым учителем Учащиеся захотят общаться Такое тоже бывает Важно, чтобы он умел перефразировать свои мысли Особенно, если это идет на языке иностранном Ага И, конечно же, как была проведена рефлексия Итог урока Был ли итог урока Была ли проведена рефлексия Сделал ли ее учитель Или сделан ее вместе с учащимися Так Давайте посмотрим с вами на основные виды анализа современного урока И у меня к вам снова будет вопрос Какие вы знаете виды анализа современного урока Кому-то только слышно Перезагрузите браузер И у вас все получится Итак Какие основные виды анализа современного урока вы знаете Потому что видов и анализов очень-очень много Вот интересно Какие варианты назовете вы Кто-то к нам только подспевает Кто-то подходит И вам тоже Здравствуйте Хорошо Тогда пойдем дальше А, вот Психологи педагогические Алена Евгеньевна пишет, что их много Да, согласен Юля пишет Подзабылась, если честно Ничего страшного Мы как раз для этого здесь об этом и говорим То есть я вас не проверяю Я с вами общаюсь Психологически комбинированный Согласен, Татьяна Николаевна Методический аспект Юлия согласен с вами Винничук Евгения Полный и краткий анализ В точку Сорокину Наталья Экспресс-анализ и развернутый Экспресс-анализ я бы сказал, что скорее всего это будет к краткому А развернутый это к полному Самоанализ, без него вообще никуда Самоанализ урока мы вообще А, вот Василий Филин пишет Рассказывайте, мы подзабыли Хорошо Самоанализ это то, что мы делаем вообще после каждого урока Хотим мы этого или нет Но во время перемены обычно думаешь о том, как все прошло Что, зачем Хорошо Итак, краткий анализ Здесь мы рассматриваем цели и задачи Успешность Это то, что проходит сразу в конце урока Чаще всего он проводится устно То есть мы обсуждаем с коллегами Здесь важны посмотреть цели, задачи Успешен, неуспешен И о том, какие были ощущения, эмоции Да, то есть Такой краткий анализ Ну а с краткого анализа начинаются все остальные анализы Давайте посмотрим, какие же они Есть структурный анализ То есть мы его проводим, если Нам важно посмотреть структуру и логику урока Есть аспектный анализ, где рассматривается один из аспектов урока Также есть полный анализ Полный анализ сейчас все проводит не один проверяющий Это, на мой взгляд, должен быть обязательно методист Завуч и психолог Чтобы с психологической точки зрения тоже посмотреть на урок И есть еще системный по Юрию Анатольевичу Коноржевскому Также, почему я написал, что именно системный придумал Коноржевский Потому что он и Шаму Татьяна Анатольевна были очень сильно против аспектного анализа урока Поскольку я, в принципе, с ними согласен Если мы смотрим на какой-то аспект Мы разделяем урок на части И мы теряем всю логику урока И часто теряем смысл всего анализа урока Итак, давайте посмотрим на определение каждого из вида анализов современного урока Итак, как я говорил, краткий анализ проводится сразу после урока Не является окончательным То есть дается какой-то общий анализ Структурный анализ является основой для всех анализов Проводится вслед за кратким И определяет логическую последовательность Тут важно именно посмотреть взаимосвязь элементов урока Выделить доминирующие этапы И какие-то моменты Аспектный анализ смотрит на цели урока Структуру и организацию урока Смотрит на какой-то из этих аспектов На деятельность урока Деятельность учителя на уроке Как было задано домашнее задание Либо, например, на психологический аспект урока Полный анализ самый сложный Его проводить достаточно долго Это система аспектных анализов Полный анализ может быть осуществлен Одновременно несколькими анализирующими, как я и говорил То есть тут нужно смотреть на все На все возможные варианты, которые нас интересуют в данный момент И системный анализ Это совокупность взаимосвязанных приемов процедур То есть мы смотрим здесь на всю логику урока На все его элементы И также тут важно обязательно конструирование и управление уроком То есть в ходе этого анализа мы можем показать учителю, как грамотно проектировать и конструировать и управлять уроком То есть самая главная задача анализа с методической точки зрения Это стремление к лучшему, стремление к чему-то новому То есть когда коллеги показывают на то, как его сделать лучше Итак Очень важно также при анализе смотреть, какой урок мы анализируем Поэтому сейчас мы с вами посмотрим, какие типы уроков у нас существуют вообще И сначала посмотрим на традиционный Урок освоения новых знаний учащенности То есть мы даем новый материал Дальше мы закрепляем новый материал Потом мы повторяем новый материал Потом мы систематизируем и обобщаем новый материал Встраиваем его в систему всех знаний, полученных ранее А потом мы проверяем и оцениваем, конечно же, по результатам наших вложений И после этого идет у нас комбинированный урок То есть где мы можем и оценивать В общем, все предыдущие комбинируются в одном Сейчас развитие идет вперед И потихонечку мы переходим на типы уроков ПАВГОС Итак, какие же они есть? Сейчас, секунду Вот Каченко Светлана Анисовна дает интересный комментарий Аспектный анализ может быть оправдан, когда определенный аспект урока является важным для более полного решения задач уроков Но, конечно, этот вид анализа должен не выделяться из рамок системного анализа То есть не должны нарушаться взаимосвязи Абсолютно с вами согласен Все правильно То есть наши с вами мысли сходятся Итак, идем дальше Есть вот в интернете такие виды типов уроков ПАВГОС Которые идут у нас Которыми пользуются учителя начальной школы То есть это уроки открытия нового знания Уроки рефлексии И уроки общей металлогической направленности Уроки развивающего контроля Коллеги, я не зря поставил троеточие Тут речь идет о том, что это не окончательный вариант И, возможно, вы предложите еще какие-то типы уроков ПАВГОС Поскольку окончательного списка задокументированного на данный момент нет Вера Владимировна пишет то же самое, только назвали по-другому Да, примерно так и есть И Александра тоже самое пишет И все-таки, может быть, вы знаете какие-то типы уроков ПАВГОС, которые я не назвал Вот очень интересно Либо где это написано документально Потому что нам вот найти не удалось А если одно и то же и другими словами Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд Уроки открытия нового знания С чем сходятся в традиционной системе типов уроков? Напишите, пожалуйста Сообщение новых знаний Подача нового материала Правильно Ага А уроки рефлексии С чем сходятся в традиционной системе типов уроков? Закрепление, отработка и контроль Так Систематизация Да, систематизация будет точнее Контроль Нет, контроль это уроки развивающего контроля Применение полученных знаний в какой-то степени Закрепление, систематизация Да, согласен Хорошо Давайте пойдем дальше Итак Сейчас я вам покажу Общий план анализа урока Который предложил Щукин Анатолий Николаевич Это схема анализа деятельности Учителя на уроке Почему я вам хочу предложить эту схему? Давайте для этого вам зададим вопрос Как часто вас приходят проверять Члены администрации, методисты Именно посмотреть на вашу деятельность Как учителя на уроке Напишите, пожалуйста Редко Редко Раза два в месяц Ага Не часто Администрация раз в триместр Вот Юля, это будет очень полезно Часто в пятых классах Да Угу Угу Так Раз в год Вера Владимировна пишет Редко Валентин Марченко Очень повезло Совсем не приходит Может раз в год Доверяет Надежды К Надежде Смолкиной вообще Никогда не приходит Очень редко Ага Во время аттестации Хорошо И Ага Вера Владимировна пишет Когда надо кипоотчетов написать Могут и дважды в неделю посетить Хорошо Сейчас мы посмотрим на него более полно А сначала мы посмотрим еще на карточку активности учащихся Я ее предложил в своей статье Опубликованной в последнем номере АЯШ Что же она показывает? То есть проверяющий рисует вот такую схемку И отмечает на ней активность учащихся Тут могут быть любые обозначения Некоторые из них, как пример, я привел Например, буква А означает, что ребенок принимал участие в аудировании Че, соответственно, чтение читал ГБО, говорение без опоры ГСО, говорение с опорой П, письмо и так далее Стрелочки в разные стороны Это работа в парах Допустим, если стрелочки вверху Он работал с учащимся впереди себя Или сзади себя Направлены друг к другу Соответственно, когда они работают в паре За парты Значит, вопрос означает У нас, что был задан вопрос Получен вопрос-ответ Был задан вопрос, как учителям Получен ответ Квадратик конкретно, что получен ответ Ну и так далее Вы можете придумать каждый свое Ваши заучили, методисты могут придумать И тогда видно, насколько активны были учащиеся на уроке То есть, допустим, сейчас показано Что у нас в классе 6 парт И каждый сидящий за партой Был каким-либо образом опрошен Давайте вернемся снова К общему плану анализа урока И что же здесь отмечается На каждого учащихся заполняется карточка Пишет Татьяна Зорина Да То есть, это показывается то Есть ли ученики, которые не опрошены То есть, если ученик не опрошен То его клеточка останется абсолютно свободной И тогда уже возникает вопрос Почему он был не опрошен? В чем была причина? Может быть, у него болела голова Либо он себя плохо чувствовал Подошел к учителю перед уроком И поэтому учитель его пропустил Давайте снова посмотрим на общий план анализа урока Которым эти карточки очень сильно привязаны Что здесь оценивается? Доброжелательность, справедливость Способность устанавливать взаимосвязь Взаимопонимание Выразительность речи Мимики, жестов Корректно использование изучаемого языка Общая культура речи Оценивается подготовка к уроку Деятельность на уроке То есть, проверка домашнего задания Умение работать с текстом Приемы активизации введенного материала И так далее И в конце степень достижения цели урока Почему я ее здесь привел? Потому что по этой схеме Может оценить любой специалист Любой учитель Ваш урок То есть, не обязательно это будет Учитель английского языка Вот Эльсон Татьяна пишет Да, про такую карточку стоит подумать Ну, рад, что вам понравилось То есть, эта схема подходит тогда Когда хотят оценить вашу работу И чтобы ее оценить объективно Не учителю английского языка Итак, теперь посмотрим на план анализа урока ПАВГОС Который предложил Милют Радислав Петрович Вот она в полном виде И сейчас мы ее посмотрим по частям Ну, записывается Учитель, предмет, класс, тема урока Это все стандартно Дальше идет Целеполагание И тут очень такие мягкие формулировки Здесь уже идет именно не оценка учителя А именно самого урока Целеполагание Отсутствует Либо цель формирует учитель Либо это совместно с учащимися То есть, нет отрицательных характеристик Дальше цели урока Можно продиагностировать, измерить Либо они неизмеряемы Неизмеряемые цели Это патриотическое воспитание И всякое такое Диагностичность, соответственно Допустим, конструкция To be going to Мы ее вводим на уроки Введена она или не введена Создание мотивационного поля Отсутствует Либо это идет на этапе Целеполагания Либо это на отдельных этапах урока То есть, есть ли мотивация Мотивирует ли учитель К уроку На уроке учащихся Содержание урока Форма организации деятельности учащихся То есть, это активные, интерактивные, неактивные Как лекции, семинар Интерактивные, когда вы что-то с ними вместе делаете И так далее Фронтальные, групповые, парные, индивидуальные Использование методов и приемов Как использованы? Использованы неоправданно Либо выбор оправдан, соответствует целям Предполагает включение учащихся Предполагает включение учащихся Как субъектов Либо как субъектов деятельности На некоторых этапах урока Либо на всех этапах урока И так далее Дальше идет графа Интересная, использованная технология Тут она свободна Вы ее запишиваете сами Дальше идет, конечно же, оценка рефлексии Есть она или нет И, конечно же, оценивается результат И, как пример, данные некоторые формулировки Вы их видите сами А теперь давайте посмотрим на то Как оценивать урок наши коллеги В данном случае из США В штате Огайо есть вот такая схема Где-то она подходит И похожа на схему анализа ПАВГОС Которую я вам предложил То есть, например Focus for learning Uninfected The teacher does not Developing and etc То есть, идут некоторые критерии Uninfected, developing, skilled, accomplished И дальше идет строка Где вы заполняете цифру Допустим, если вы договорились От 1 до 5 Насколько все было гармонично отработано Вот она идет дальше Посмотрите, пожалуйста А я пока почитаю чат Ткаченко Светлана Анисина пишет Такие карты очень полезны При определении доминирующей психологической атмосферы В конкретном классе Для выбора стратегии И тактики построения Проведения занятий Удобный для анализа план Спасибо Пожалуйста Как сохранить этот материал? Вера Семенова пишет Очень просто Презентация будет выложена В течение дня Либо завтра Скорее всего, завтра На форум Вместе с записью вебинара Так Вот Алексей Васильевич уже пишет Где конкретно это будет Так Из опыта работы зарубежных специалистов Вот последний слайд Ага А теперь давайте посмотрим Я надеюсь, что всем будет видно На еще одну схему Предложенную тоже Американскими коллегами Согласитесь ли вы со мной Похожа она на нашу схему Которую я вам показывал Например, на схему Щукина Или не похоже То есть похоже или не похоже Посмотрите, пожалуйста Татьяна Краснощекова пишет По госплану анализа урока Могут применять только коллеги-инвязовцы Абсолютно с вами согласен Поэтому первую я предлагал Схему Которую могут Применять коллеги Которые не ведут Иностранные языки Похоже Не видно Ну, я говорю, кому видно Похоже Есть схожие черты То есть здесь я вам хочу показать то Что мы с иностранными коллегами Идем примерно в одном и том же направлении Вот И приходим к одним и тем же выводам Ну что, пойдем дальше А прежде чем пойдем дальше Я вам предлагаю такую интересную вещь Давайте мы с вами посмотрим Фрагменты урока Представленные на конкурс Золотые уроки России И попробуем сделать Краткий анализ урока Но Хочу обратить ваше внимание Что давайте смотреть Только на плюсы данного урока Потому что Потому что это самое важное То есть Давайте посмотрим на ваши ощущения От этого фрагмента Насколько были задействованы учащиеся На уроке Какие интересные мысли В этом уроке Были применены У кого-то происходит сбой Такое может быть Не расстраивайтесь Это, к сожалению От интернета зависит Итак, смотрим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Грюбая Грубая Грубая Мы делаем из них Пелад Салат Что это? Эппл Эппл Томател Что это? Томател Салат Его название Это его же цвет Оранж 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 Что ты знаешь? Хотел Никита? Извините. Carrots. Uh-huh. What else are you? Apples, orange, and yellow. Vittles. So let me see. What fruit do you know? Fruit. It's gonna be done. L, apple, apple, orange, orange. Apples, orange, you want to. What can you say is the hot fruit? What is this? Not. No. If you want to say something together, you can. Take it to the left. Not. 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 Is it tomato? Yeah. Don't. Now let's start. True. Good. OK. That's very good. Now let's get it… Is it corn? Good. Yeah. First one. Субтитры создавал DimaTorzok Я смотрю, уже идет бурное обсуждение Да, мы договаривались смотреть на плюсы То есть, вот многие пишут, что большая группа Я тоже работал в группах по 19 человек И да, они все активны Это очень важно Так, а еще какие в итоге моменты вы отметите в этом уроке? Я бы вот отметил наглядность Да, и это третий класс учебника Enjoy English Алексей Васильевич пишет Активные дети, особенно для такого немаленького класса Киприна Юля, видно подготовку учителя Да, и они сидят в этом классе Потому что в регионах очень часто интерактивные доски Только в кабинетах информатики Митюгин Татьяна Геннадьевна, уровень уже достаточный Эльса Татьяна пишет про мотивацию у учащихся Своей энергии в начальной школе Действительно, это очень важно Именно таким способом эффективно можно их заряжать У кого-то не слышно К сожалению, это зависит от скорости интернета Что поделаешь? Извините Хороший уровень языка у учителя Вот Киприна Юля уже очень многое взяла с нашего вебинара Да, это очень важно Это действительно можно отметить в кратком анализе Дети заинтересованы, не отвлекаются и понимают учителя Да, это очень важный момент Светлана Анисина Очень приятно, что вы это заметили Ну что-нибудь еще? Тема интересная В третьем классе очень много интересных тем Мне самому нравилось преподавать именно Вести в третьих классах Хорошо бы обеспечить ситуативную обусловленность Мы в саду, что мы видим? Ну это уже идут советы Это тоже можно Так Кто-нибудь еще прокомментирует? Хорошо А, вот Я бы сделала карточки Ну Это тоже возможно Но тем не менее Тут идет работа с доской Ага Видно, что дети привыкли работать в таком режиме Да, это важно Учитель умело держит контакты Замечает не только самых активных Отлично, Светлана Анисина Использование компьютерных технологий Тоже важно Используют Активно Хорошо Давайте сделаем так Мы смотрим еще один ролик Сейчас я прочитаю комментарии Или Мы идем дальше Вот такой к вам вопрос Я пока прочитаю Лилия Юрьевна пишет Учитель сразу, но корректно исправляет учеников Да, это очень важный момент В начальной школе, когда еще нет полноценных диалогов Либо монологов Стоит исправлять сразу Чтобы они не запоминали свою ошибку Угу Вера Семеновна пишет Идем дальше Еще есть согласны Или смотрим все-таки ролик Или идем дальше Тут как вы Сами захотите Как вы настроены Потому что материала много Угу Идем дальше Хорошо Давайте тогда пойдем дальше Угу Спасибо большое, Валентина, что вам интересна данная тема Мы стараемся Итак Теперь перейдем к примерам Почему они здесь важны И почему именно эти примеры Сейчас, секунду Леонора Самсон Перезагрузите браузер Либо заморозьте видео С моим изображением Угу Идем дальше Итак Почему именно эти примеры Почему они важны Здесь я хочу показать Тот момент, когда нам с вами приходится Делать самоанализ Перед коллегами Своего урока Либо Доказывать правомерность Тех или иных аспектов И приемов Целей и задач Вообще выбирать цели и задачи К уроку Я помню по предыдущему вебинару Алена Евгеньевна Очень многие говорят, что очень сложно Написать цели и задачи к уроку Вы ее можете брать Из примеров, которые я сейчас приведу И первый пример у нас будет из рабочей программы 2.4 Enjoy English Здесь показана, как вы уже видите Фонетическая сторона речи Чему научатся выпускники Это можно брать как цель конечную К чему стремимся Либо как цель урока Также Можно взять пример Как лексическую сторону речи То есть Выпускник учится узнавать В писанном и устном тексте Изученные лексические единицы И так далее Грамматическая сторона речи Тоже показана То есть вы тоже можете это брать Как примеры Как поддержание своей точки зрения Дальше я вам хочу показать пример Где показано, как идет индивидуализация процесса В Enjoy English Да, вот пишет Спасибо авторам Да, вы можете брать эту книгу Книгу для учителя Я ее дальше покажу Одну, например, рабочую программу И тогда вы будете очень предметно Говорить о своем уроке Либо готовиться к уроку Дальше я вам покажу Есть такая замечательная табличка В рабочей программе Enjoy English Где показаны коммуникативные умения Какие будут достигаться Диалогическая речь Аудирование Письмо и письменная речь Там все расписано Я даю только примеры В программе 2.11 есть цели Как первой ступени Так и второй ступени обучения Так и третьей Дальше Вот тоже интересно Когда спрашивают А вот как вы развиваете Социокультурную компетенцию Вы можете это все взять Тоже из рабочих программ Все это есть И перейдем к книге для учителя Поскольку она ближе к нам Она все время с нами Должна быть И я взял пример из 8 класса Такой интересный момент Где авторы рассказывают Как использовать проектную методику На уроках То есть здесь вам Говорится о том Как этим всем правильно Пользоваться И опять-таки Если кто-то с вами будет Несогласен Вы можете показать Что вот я Иду по концепции автора Следую ей И соответственно У меня все правильно Дальше пойдем К happyenglish.ru Книги для учителя Тут даны учебно-методические положения На которых построен УМК И соответственно На которых Если вы следуете Концепции автора Будет построен ваш урок То есть тут идут Сознательность Изучения языковых И речевых особенностей Иностранного языка Очень важно Образовательно-воспитательная ценность Междисциплинарность В отборе учебного материала То есть тут идут Предметные умения И так далее Также показано Как идет обучение Говорению Контроль и оценка Деятельности учащихся Дальше посмотрим На рабочую программу Для примера Я взял Программу для Пятых-девятых классов И так Тут опять-таки Показаны цели Обучения И калфон тоже Всегда отлично расписано Да, вот сейчас Мы об этом и говорим Цели обучения Соответственно Совгос Виды речевой деятельности Вы можете увидеть Справа На листе Так, вот Реды речевой деятельности Показаны поближе Все это вы можете найти На странице 5 Рабочей программы 5.9 Также вот Есть и таблица Да, что Какие особенности И какое влияние Обучения По возрасту То есть психологические Аспекты показаны И вот Такой интересный момент Это книга Для учителя New Millennium English Для пятого класса Здесь Я хочу показать вам Что все написано Но написано На английском языке И скажите, пожалуйста Как вам обычно удобно Удобно Чтобы это было написано На английском языке Или на русском Скажите, пожалуйста Пока вы думаете Я напишу Вот пишут уже Что на английском То, что тут написано И коммуникативные задачи И какие навыки Развиваются Конкретно урок То есть это Идет уже план Самого урока Какие слова Будут новоизучены В уроке Структуры Какая фонетика Вот пишут На обоих На русском Юля пишет Лучше, конечно, на русском Но английский Тоже неплохо Суть-то одна Согласен Татьяна Геннадьевна Пишет на английском Ага Некрасова Татьяна Пишет мне на английском Но проверяешь Требует на русском Ну тут Если вы, допустим Пользуетесь New Millennium English Я думаю, что Как учителя английского языка Нет никакой проблемы Перевести на русский язык В каждом языке Да, есть Свои плюсы и минусы Но больше плюсов Потому что Цель у них одна Помочь нам Разъяснить Показать Закрепить нас В наших идеях На двух языках Хорошо Идем дальше Также Дается Вот пример Как Работать С индивидуальным С классом Какие-то особенности Работа На данном уроке И теперь Подойдем К итогам Светлана Нисовна Пишет Мне все равно На ряд моментов Не всегда Однозначно Воспринимается На английском Особенно При новых Моментах Методиках И явлении Педагогики И методики Хорошо Интересный ответ Давайте Подведем Итоги Нашей Сегодняшней Встречи Сделаем Такую Рефлексию Подведем Итоги Урока Лекции Узнали ли вы О популярных Подходах К анализу Урока Скажите Пожалуйста Узнали ли вы О популярных Подходах К анализу Урока Да Бальзам Мне на душу Все отвечают Да Да Конечно Хорошо Посмотрим Дальше Лучше ли вы Понимаете На чем Основывается Оценка Урока Тут пишет Даже еще Лучше ли вы Понимаете На чем Основывается Оценка Урока Да Однозначно Да В общем Да Спасибо Татьяна Геннадьевна Им тоже Привет от меня Да Надо еще Работать Очень подробно Хорошо Спасибо за схему Они очень полезны Кабанова Пишет Хорошо И узнали ли вы Где взять документальное Обоснование Вашего урока Поскольку Это вот На мой взгляд Очень важно Чтобы Предметно Разговаривать Иметь документальное Обоснование Всегда хорошо Когда материалы Сведены В общую систему Лучше видно Стройность И роль Каждого элемента Спасибо То есть Я достиг Цели Которые Поставил Перед собой Конечно Хорошо Так Спасибо Ага Хорошо Да Спасибо Большое Авторам За то Что они Пишут Не только Учебники Но и Методички Для нас Далее Я вам Предлагаю Посмотреть На список Литературы Откуда Брал я Свои Материалы Откуда Вы можете Брать Натюгин Татьяна Геннадь Пишет Надо уметь Себя Отставить При анализе Да Это та мысль Которую Я вам Пытался Донести И видимо Я ее Донес То есть Чтобы Подготовить Урок Отстоять Его Да и вообще Как у любого Профессионала Учителя Методиста Я бы Вот С удовольствием Вам предложил Уметь Какую-нибудь Методику Анализа Методику Обучения Иностранным языкам У себя Практически Как настольную Книгу На столе Вот Также Вы можете Посмотреть Статью В журнале Аяш Презентация Будет выложена Для скачивания Согласна За 100% Слово Несено Так Хорошо И теперь Вы можете Задать мне Любой вопрос По данной теме Я с удовольствием На них отвечу Если вам Что-то было Непонятно Или что-то Еще интересно Поскольку Всего Показать Невозможно То есть Я вам показал То Насколько Вариативно Насколько Могут быть Различные подходы Их далеко Не 3 Не 5 А огромное Множество А где посмотреть Подробнее Схему Миллиорда Она больше всего Соответствует В ГОС Вы можете Попробовать Набрать Запрос В интернете Она выскочит Альцент 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 Спасибо Наболевшая Письменно Почему Почему я Кстати Вам Предложил Схему Анализа Потому что Схема Она все-таки Дает Какие-то Рамки Какие-то Пункты Которые Именно Нас Интересуют Какой Аспект Чаще всего Анализируют Я бы сказал Не аспект Я Чаще всего Анализирую Деятельность Учителя Либо Соответствие Урока С В ГОС Цели Задачи И логика Урока Спасибо Татьяна Краснощекова Почитаю А Вернуть Слайд С списком Литературы Да Я думаю Что он более Актуален С удовольствием Вам его оставляю Метюни Татьяна Геннадь Пишет На уроке Всегда можно найти Хорошее и плохое Что ищешь Что и найдешь Да Очень хороший Комментарий Действительно Кто-то ищет Минусы Кто-то ищет Плюсы Кто-то ищет И то и другое И тут важно Найти баланс Хорошо Спасибо вам большое За внимание Спасибо большое За участие Было очень приятно С вами пообщаться Вот На какие-то вопросы Я еще Попробую ответить Если увижу Вот на этом Наш сегодняшний Продуктивный И очень Я так понимаю Интересный вам Вебинар Заканчивается Скачивайте потом Видеозапись И презентацию Всего доброго Сейчас будет ссылка На сертификат И Есть хорошее Такое предложение На минутку На две Ничего не писать Чтобы можно было Скопировать код Вот он Пожалуйста Для вас Копируйте код Вставляйте его Как написано Справа Исследуйте инструкции И все У вас Получится Вот Если что Мы его выложим Еще несколько раз Повторно Спасибо Всего доброго До свидания Спасибо Спасибо